При вокзале библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Четвероногий друг человека», посвященную Международному дню собак. Международный день собак. Он пока не является официальным, но очень популярен в разных странах. Например, в Непале, где эти четвероногие являются священными животными, осенью традиционно устраивают День собак во время пятидневного фестиваля Тихор. У католиков есть собачий покровитель – Святой Рох. В августе, в День его памяти, в Боливии устраивают специальный парад. Владельцы выводят питомцев на улицу в нарядных костюмах. А в Японии 11 января отмечают День хатика – того самого пса, который 9 лет терпеливо ждал хозяина, не вернувшегося домой. Собаки – одни из самых важных домашних животных для человечества. Сложно представить, как бы мы развивались без помощи этих четвероногих. По различным оценкам ученых, одомашнивание собак произошло от 10 до 32 тысяч лет назад. Со временем собаки стали верными и послушными помощниками для человека. Они охраняют территории, дома и вещи, защищают их от тампадений, спасают людей на суше и воде. Они – превосходные охотники и сыщики, самые верные и преданные друзья и помощники человека. Также собаки помогают пастухам пасти стада, овец и коров. На Крайнем Севере ездовые собаки перевозят тяжелые пряжки грузов. Слепым людям собаки служат верными поводарями. На государственной границе и в полиции служебные собаки несут разыскную службу, помогая пограничникам и полицейским разыскивать нарушителей закона. Собаки-спасатели помогают разыскивать людей, пострадавших во время землетрясений и прочих катастроф. Собаки-космонавты принимали участие в покорении космического пространства. Самые знаменитые – это белка и стрелка. Сегодня в нашей культуре собака также играет заметную роль. Благодарное человечество не разу впечатлило верных четвероногих друзей в литературных и живописных произведениях, снимало о них фильмы, ставило памятники. Кому с детства незнакомы собаки из книжки, заставлявшие нас смеяться или плакать? Кого вы вспомните в первую очередь? Каштан Кучехова или Муму Тургенева? А может, белого кыка Лондона? Собаки также снимались в кино. Всем знакомые фильмы «Белый бим, черное ухо», «Камне Мухтар» и не менее популярные «Зарубежные». «Собачья жизнь», «Хатика», «Лесси», «Комиссар Рекс», «Бетховен» и многие другие фильмы. Не отстают и мультфильмы. Например, «Бобик в гостях у Барбоса», «Пес в сапогах», «101 далматинец», «Жил-был пес», «Трое из Простоквашина», «Леди и бродяга», «Остров собак» – перечислять можно бесконечно. Интересные факты о собаках. Отпечатки носа в собак уникальны так же, как и отпечатки пальцев у людей. Интеллект псов такой же, как умственные способности двухлетних детей. Они в состоянии запомнить до 1000 слов и 250 команд, решать простые математические задачи и даже считать до пяти. Собаки различают эмоции и понимают, в каком настроении хозяин или члены семьи. И соответствующие реагируют, могут сопереживать, жалеть. При общении с людьми или сородичами у собак выделяется гормон любви. Окситоцин – то же самое происходит в организме человека, когда он кого-то целует, обнимает или любит. Они всегда рядом с нами, готовы помочь или просто молча разделить наши радости и беды. Собаки способны сопереживать, так же, как и мы. Они видят сны, умеют дружить и нуждаются в любви. День собаки стал логичным проявлением уложительного отношения человека к своему многовековому спутнику. Предлагаю вам послушать рассказ Александра Куприна «Сапсан». Я – Сапсан 36. Большой и сильный пёс редкой породы, красно-песочной масти, 4 лет от роду и вешу около 6,5 пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем 7, дальше я не умею считать, Мне повесили на шею тяжёлую жёлтую лепёшку, и все меня хвалили. Однако лепёшка ничем не пахла. Меделян. Надо говорить «неделян». Глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха. Стравливали медведей сильными собаками. Мой пращур Сапсан II в присутствии грозного царя Иоанна IV взял медведя-стервятника по месту за горло, бросил его на землю, где он был приколот главным царским писарём. В честь и память его лучшие из моих предков носили имя Сапсана. Такой родословной могут похвастаться немногие жалованные графы. С потомками древних человеческих фамилий меня сближает то, что кровь наша, по мнению знатающих людей, голубого цвета. Название же Сапсан киргизское, и значит оно ястреб. Первое во всём мире существо – хозяин. Я вовсе не раб его, даже не слуга и не сторож, как думают иные, а друг его и покровитель. Люди эти, ходящие на задних лапах, голые, носящие чужие шкуры животные, до смешного неловкие и беззащитные, но зато они обладают каким-то непонятным для нас чудесным и немного странным могуществом, а больше всех – хозяин. Я люблю в нём эту странную власть, а он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живём. Люди не то. Они всегда давят слабого. Даже хозяин, самый добрый из людей, иногда так бьёт вовсе негромкими, но жестокими словами других, маленьких и трусливых, что мне становится стыдно и жалко. Я тихонько тычу его в руку носом, но они понимают и отмахиваются. Мы, собаки, в смысле угадывания мыслей, всем и ещё много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто, одним внутренним чутьём. Я чувствую тайными, неведомыми, дрожащими путями, как их души краснеют, беднеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда хозяина нет дома, я издали знаю, счастье или несчастье, постигаю его. Я радуюсь или грущу. Говорят про нас, какая-то собака добра, такая-то зла. Нет. Зол или добр, храб или труслив, щедр или скуп, дарверчив или искрытен, бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей. Я позволяю людям гладить себя, но предпочитаю, если мне протягивать сначала открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. Меньшая дочка хозяина, моя любимица, не может выговорить камень, говорит кабель. Камень – вещь, которая летит далеко. Попадает меткой и ударяет больно. Это я видела на других собаках. Понятно, меня никто не осмеется швырнуть камнем. Какие глупости, говорят люди, будто бы собаки не выдерживают человеческого взгляда. Я могу глядеть в глаза хозяина хоть целый вечер, не отрываясь. Но мы, собаки, отводим глаза из чувства брызгливости. У большинства людей, даже у молодых, взгляд усталый, тупой и злой. Точно у старых, больных, нервных, избалованных, хрипучих мосик. Зато у детей глаза чисты, ясны и доверчивы. Когда дети ласкают меня, я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но хозяин не позволяет, а иногда даже грозит плеткой. Почему? Не понимаю. Даже и у него есть свои странности. После хозяина, всех ближе моему собачьему сердцу, маленькая. Так я зову его дочку. Никому бы, кроме нее, я не простил, если бы вздумали таскать меня за хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в полоску. Но я все терплю и, притворяясь, повизгиваю, как трехмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головкой у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и сваю ее с ног. Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. И это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх, всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу. И меня обыкновенно вытаскивает за ошейник на улицу. Почему? Летом был такой случай на даче. Маленькая еще едва ходила и была припотешная. Мы гуляли в тореем. Она, я и нянька. Вдруг все заметались. Люди и животные. Посреди улицы мчалась собака. Черная, в белых пятнах, с опущенной головой, с висящим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала, визжа. Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нас. И от этого пса еще издали сразу повеяло на меня острым запахом безумия и беспредельно бешеной злобы. От ужаса вся шерсть на мне вздыбилась. Но я превозмог себя и загородил телом маленькую. Это уже было не единоборство, а смерть каждому из нас. Я сжался, выждал краткий и точный миг и одним скачком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, плоская и теперь совсем не страшная. Но маленькая очень перепугалась. Я привел ее домой. Всю дорогу она держала меня за ухо и прижималась ко мне. И я чувствовал, как дрожала ее маленькая тельца. Не бойся, моя маленькая. Когда я с тобой, то ни один зверь, ни один человек на свете не посмеет тебя обидеть. Вы послушали отрывок из рассказа Александра Куприна «Сапсан». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!